Руководителей компаний, которые занимались продажей квартир в ЖК Ушконер и Весновка, арестовали в Алматы. Им инкриминирует мошенничество. По факту возбуждено уголовное дело. Ранее руководство фирмы в махинации с купли-продажи обвиняли дольщики, которые до сих пор не могут получить ключи от заветного жилья. В жилищном скандале разбиралась Дина Женобекова. В крупной мошеннической схеме компанию по продаже недвижимости обвиняют десятки дольщиков. Люди говорят, что передали деньги за обещанные квадратные метры в ЖК Ушконер. Однако спустя время обнаружили, что их квартиры перепродали третьим лицам. Я сделал полную оплату. Внёс 24 миллиона тенге. Тогда мне сказали, что квартира будет готова через месяц. Однако прошло уже 8 месяцев. Нет ни квартиры, ни денег. А когда я решил посмотреть на своё жильё, выяснилось, что другие люди начали там делать ремонт. Буквально в ноябре, в декабре мы узнаём, что оказывается акт ввода в эксплуатацию и техпаспорта были получены ещё в сентябре месяце. И то, что все наши квартиры, которые мы забронировали и за которые внесли деньги, были переоформлены на третье лицо. Одним разом. Порядка 150 квартир. Напомним, 2 марта жители пожаловались на застройщика двух ЖК во время встречи Акима Алматы Ербулата Досаева с населением. Тогда дольщики заявили, что компания реализовала квартиры через своего агента, после чего они расторгли договор между собой. Мы обманутые дольщики, застройщики Деверлопен, находятся в Майдовском районе. Через своего агента Деверлопен продала через рубль квартиры. Потом они расторгли договор между собой. Стройка замороженная. Теперь у нас ни денег, ни квартиры. Литр групп до сих пор обманывает и обещает, что достроит. Застройщик говорит, что за нами квартира не числится. Тогда Аким поручил городской прокуратуре взять на особый контроль расследование этого дела. Берег Вашбекович, пожалуйста, возьмите контроль на сегодня. Проверьте, если мне это все, что необходимо. То есть, как у нас наложен арест, он действует. Вопросы деятельности компании и тому подобие. Все необходимые вещи с медициной. Прямо сегодня выделите людей, кто будет заниматься. Я прошу прокуратуру города взять контроль по этой делу. И мы разберемся и с теми, и с другими. Хорошо? Тем временем в городской прокуратуре сообщили, что директора и должностных лиц компании по продаже недвижимости уже арестовали на два месяца. Указаны лица, взятые по страже сроком на два месяца. А судебное расследование продолжается. Органам следствия принимаются все меры по установлению обстоятельств дела и находятся на контроле прокуратуры. Между тем, юристы советуют людям перед покупкой внимательнее изучать все документы на законность и соответствие. В этом случае лучше всего консультироваться со специалистами. Так как из-за действующего моратория на проверке бизнеса Акимат и другие органы не могут проводить регулярные инспекции. А в случае незаконных действий со стороны застройщиков немедленно обращаться в полицию. В таких случаях, как в случае с дольщиками, страдает большое количество людей. И ущерб всегда большой для каждого из них. И в целом необходимо произвести изъятие из этого моратория именно на проверку строительных объектов. В прокуратуру с жалобой обратились больше 140 дольщиков. Сумму ущерба все еще предстоит установить.